Задумайтесь, что мы с вами получаем в социальных сетях? Прежде всего, мы потребляем там различные новости. С каким азартом и безрассудством, ни секунды не сомневаясь, мы начинаем их распространять. Человеку сложно признать. Я разбираюсь в этом недостаточно хорошо, чтобы комментировать. Я мало об этом знаю. Что касается лично меня, то, будучи известным, мне часто приходится выступать публично. И люди хотят знать мое мнение буквально обо всем. У меня пакистанские корни, и мне постоянно приходят вопросы типа «Ваше мнение об Ибрахим Хане? Что вы думаете о таком-то ученом, о том или ином человеке, об их словах?» Часто я отвечаю «У меня недостаточно информации для обоснованного мнения. Зачем же вам полусырое мнение, да еще и в формате короткого твита или остроумной фразы?» Чтобы тут же начать это распространять, создавая еще больше хаоса и конфликтов? Все вы, за исключением очень немногих, последуете путем сатаны, если станете практиковать такое безрассудное пересказывание и распространение. Взглянем в зеркало на свое четкое отражение. Насколько четкое, настолько и удручающее, в кого мы превратились. Возможно, я, а может и вы стали такими. Перестаньте обсуждать всех вокруг, взгляните на себя. Внимательно посмотрим и ответим себе, кто мы есть. И если нет внутри достаточной зрелости и нет рядом правильно анализирующих людей, может, мне стоит подучиться? Может, мне стать более образованным, более информированным? В любой сфере жизни, становясь образованнее, вы начинаете осознавать, как мало знаете. Начинаете понимать, насколько безрассудным были, когда страстно увлекались чем-то. Лично у меня лет 10-15 назад были вещи, которые сильно увлекали меня. Я много и громко говорил о них, но теперь, оглядываясь назад, я думаю, каким же глупым я был. Я даже не знал. Получив лишь часть информации о чем-то, я обретал уверенность, будто знаю об этом абсолютно все, а значит, могу говорить на эту тему в такой агрессивно-абсолютной манере. Но реальность отрезвляет, и ты понимаешь, нет, жизнь намного сложнее, чем это. Пыл, энтузиазм, призыв к справедливости и даже возмущение – хорошо, но только когда все это основано на реальном знании. Не следуй тому, в чем у тебя нет знаний. Если нечестивец принесет вам весть, проверьте. Так что все это имеет духовные последствия. Вот мы движемся в сторону ловушки шайтана. Возникают конфликты, рождается высокомерие. Да, безответственность вызывает в нас высокомерие. Ведь некоторые думают, что распространяя некую информацию, они вершат благое, и это делает их лучше других, что они более праведны, чем тот, кто с ними не согласен. Правда за нами. Но Куран говорит, не считайте себя ангельски чистыми. Посмотри на тех, которые считают себя чистыми, безгрешными. Сами объявили себя праведниками. Так и до самодовольства недалеко, что является одной из высших форм высокомерия. Человек, считающий себя выше других в вопросе духовной чистоты – это вверх высокомерия. Да защитит нас от этого всемогущий Аллах. Пусть он защитит всех нас от попадания в эту ловушку. Пусть сделает нас зрелыми в вопросе распространения и обмена информацией, чтобы мы распространили только то, что полезно, а не занимались этим ради самого процесса.